Всем привет! Это второй урок по шрифтам для Love2D. На первом уроке мы рассмотрели, как подгружать внешние шрифты, в том числе для получения русских символов, и как загружать, например, битмаповские шрифты. А у нас осталось теперь не так много функций для рассмотрения. Давайте сразу расскажу, что такое у шрифта Baseline, Ascent и Descent. Так, давайте посмотрим. Вот Baseline, это линия такая красная, здесь нарисована. Такая виртуальная линия, на которой сидят все буквы в нашем предложении, в нашем тексте. Видно, что почти все буквы разместились ровно на этой линии. Что такое Ascent? Ascent, это восхождение переводится. Это расстояние от базовой линии до самой верхней части символа в этом шрифте. Ну, в данном случае мы видим, что вот M такое-то расстояние, а у нас у маленькой буквы L и у единицы высота больше. Так что во всем шрифте находится самый высокий символ, и расстояние от его Baseline до верха этого символа является Ascent. Есть еще противоположное, Descent, наоборот, нисхождение такое. Расстояние от базовой линии до самого низкопосаженного символа. Например, это может быть точка или запятая. А то запятой может быть хвостик. И расстояние между Baseline и самого низа, в данном случае здесь голубая такая линия. Это и означается, и называется Descent. Так, ну, я могу запустить пример кода. У меня здесь пока обозначено только Baseline. Видно, что и первый шрифт у нас сидит, и второй шрифт. Вроде бы все корректно сидит на этой линии. Так, ну давайте я получу от наших шрифтов... Кстати, эти значения Love2D возвращают в пикселях. И они зависимы от размера шрифта. Вот первый шрифт у меня размером 40. И второй шрифт я тоже размером 40 подгрузил из внешнего файла, как в первом уроке. И вот для них уже конкретно для этого шрифта, для первого, для второго, для первого, для второго, свои значения получаются. Так, ну давайте я на экране тоже сделаю, чтобы было видно эти Ascent и Descent. Подчеркну их линиями. Ну вот, видно. Красная линия осталась, Baseline. Descent это самый нижний, самый низко опущенный относительно Baseline символ. Видно, что в принципе здесь это корректно. А вот для этого шрифта уже некорректно. Наверное, измеряли по символу вертикальной черты. Так, видите, некоторые символы ниже Descent торчат. Но это уже проблема не Love2D. Это вот человек, который делал в редакторе шрифтов этот шрифт, он неправильно установил значение Descent. Ну а какое значение было, такое у нас Love2D. И считал из этого файла. Так, ну а смотрим верхнее Ascent. Вообще неправильно. Я не вижу ни одного символа, который бы касался этой линии. Ну тоже, скорее всего, автор этих шрифтов неправильно ее расставил. И еще хочу заметить, что... Так, давайте я на экран выведу числовые значения. Давайте посмотрим, как те... Baseline... Вот я их здесь получаю. Потом можно исходники будет из GitHub посмотреть. Но на самом деле все это есть в Вики официальной. Поэтому эти исходники ничего не дают. Итак, смотрим. Для первого шрифта Baseline Ascent и Descent. Baseline 38. 38 пикселей. Ascent 37. Descent минус 9. Видите, отрицательное значение. Так что имейте в виду. Зачем вообще нужны вот эти Ascent и Descent? Ну, например, смотрите. Вы пишете библиотеку, которая рисует окна. В окошке. Ну, как Windows, например. Вот здесь. Здесь есть какой-то заголовок у этого окошка. Есть какое-то поле для текста. И если вы хотите написать универсальную эту библиотеку. Хотите, чтобы красивые были отступы сверху, снизу. То вам придется в очи шрифтов считывать вот эти значения. Иначе шрифт может быть обрезан. Например, кончики хвостов. Ну, кстати, вот эти кончики будут обрезаны. Так как я вам уже сказал. Неправильно здесь установлено. Значения неправильно установлены. Так. Ascent, Baseline, Descent. Посмотрели. DPI. DPI недавно появилась. Ну, могу сказать, что вот тут написано, что by default. Love использует DPI вашего экрана. Когда создает в момент создания туртайповых шрифтов. Это важно для экранчиков с высоким разрешением. Какие-нибудь ретиновские и так далее. Если вы увидите. Это именно важно для правильного масштабирования шрифтов. Давайте на этом долго не будем останавливаться. Если будут у вас проблемы, то вы знаете, куда пойти посмотреть. Так. Что за GetFilter? Ну, давайте не GetFilter сразу. Посмотрим SetFilter. Помните, в первом уроке я вам говорил, как делать, я устанавливал дефолтные фильтры, фильтры по умолчанию, для масштабирования. Для того, чтобы, ну вот сейчас запустим, чтобы сглаживание шрифтов включать и отключать. А там Nearest и Linear, может быть. Давайте посмотрим. Если я не ошибаюсь. У шрифтов все немножечко не так. Ага. Ну, ладно. Не буду я на этом термализировать. Давайте лучше про функцию шрифтов расскажу. Смотрите. SetFilter. Вы можете загрузить шрифт. И уже у загруженного шрифта запустить метод. У него три параметра. Первый параметр. И второй это тип фильтра, который применяется. Первое это при уменьшении. А второе при увеличении. Ну, вы спросите, как это уменьшение, увеличение. Если мы шрифт создали, мы уже у него размер указали какой-то, как можно его увеличить. А дело в том, что в Love2D есть библиотеки, и не только библиотеки, масштабирование. Вы можете изображение, которое у вас сейчас изображено, которое на экране, вы можете увеличивать и уменьшать, и поворачивать относительно какой-то точки. Ну, это тема другого урока. Но, тем не менее, смотрите. Вы хотите сделать такой эффект. Например, при уменьшении шрифта, значит, когда камера отъезжает от объекта, вы хотите, чтобы сглаживания шрифта не было. Вы тогда можете поставить сюда, в кавычках, nearest. Давайте точнее посмотрим. Вот смотрите, у каждого в этой вики от Love2D, каждый параметр у функции, он описан. Какой у него тип? Режим фильтрации. Здесь наглядно вам покажут два режима фильтрации. Вот есть linear, default, который сглаживает. Есть nearest. Вот у меня в начале было. Просто на крупных шрифтах не очень видно вот эту вот зубчатость, пикселяцию, так называемую. Так. А если для... Это для уменьшения, да? А если для увеличения, наоборот, камера приближения делает на ваш шрифт, вы тоже можете выбрать. Либо так фильтровать, либо так. Ну и количество, сколько раз низотропную фильтрацию, сколько раз применять. По умолчанию здесь, по-моему, единица стоит. Вот. Ну, можете сделать более такое приятное для глаза сглаживание. Там 2, 4, 8 и так далее поставить. У всех графические платы по-разному поддерживают количество. Но все современные платы, ну, они примерно одинаковые. Так. Что у нас дальше? Осталось. Ну, фильтрацию обычно я задаю при загрузке вначале и уже потом не трогаю. Так. GetHeight. Высота шрифта в пикселях. Ну, у меня, по-моему, уже где-то есть. Да. Нет. Нету. Давайте сейчас раз комментируем. Так, 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 так. Вот. И посмотрим, что за Height. Вот видно, что у второго шрифта высота самого символа 48. При этом, при этом, десент у нас 38. Не десент, а бейслайн. Бейслайн. Это значит от начала шрифта до бейслайн. Ну, начало шрифта я вам тоже неправильно показываю. Это начало шрифта, но с эсэнтом и десентом оно... завязано каким-то хитрым образом. Нельзя просто так суммировать или там сложить, вычесть эти три значения, чтобы получить то или иное значение. Ну, могу сказать, что если вы делаете что-то, например, на джеме на каком-то, возможно, вам эти эсэнты и десенты не нужны. Вам хватит просто высоты шрифта. Ну, а что? Так. Что у нас дальше? Так. Ага, вот это уже интереснее. GetLineHeight. А, нет, это не очень интересно. По умолчанию расстояние между строками. Ну, это как множитель. По умолчанию между строками у нас единичка. Вот. Давайте даже не GetLine, а Set, чтобы продемонстрировать, как у нас это все работает. SetLine. Так. Итак. Ну, вот первый шрифт у нас загружен уже. Давайте, например, для первого шрифта зададим множитель двойку между линиями, между строками. Вот видно, как ускакала первая строка, и вот она вторая. Давайте зададим, например, 0,7. Видите, как две строчки стали ближе друг к другу. Ну, и так далее. Ну, вы поняли, для чего. Да? Вы можете использовать. Закомментирую, чтобы не было у нас... Вот сейчас по умолчанию единичка. Так. Ага. Вот это вот тоже уже интересно. GetWith определяет шрифту заданного текста. Давайте посмотрим, что нужно предоставить. Шрифт и текст какой-то предоставляем. Так. Угу. Ну, например, тоже второй шрифт. И ширина будет от 1 до 5. Такой текст зададим. Так. Ну, это ширина тоже в пикселях. 113 пикселей. Так. 113 пикселей. Давайте, если мы зададим, например, 5 единичек. Ага. 85 пикселей. Как-то так. Так. Давайте дальше посмотрим, что у нас есть интересного в шрифте. Для чего это нужно? Например, ширину текста узнавать на экране. Вот смотрите. Хотите вы какой-то текст разместить посередине экрана. Вы знаете ширину вашего экрана, но вы не знаете ширину вашей строки. У вас же не моноширинный шрифт. А видите, у нас i символ очень мало занимает. Ширина небольшая у него, у кого-то, у каких-то символов побольше. И так далее. Зная ширину вашего текста, зная ширину экрана, вы можете расположить его посередине. К примеру. Так. Что у нас есть? GetRub. Ага. Возвращает информацию по форматированию текста. Ну, вы, наверное, с переносами. Так. Ну, у меня уже есть здесь какой-то примерчик. Вот. Мы воспользуемся нашим вот этим текстом, по умолчанию который был. и я его попробую отформатировать. Например, в некоторых играх есть окошко, в котором говорит персонаж и оно занимает не весь экран, а занимает, например, ну, какой-то квадрат. Вы знаете ширину этого квадрата и хотите, чтобы весь текст, который он говорит, чтобы он выводился внутри этого квадрата. Первая строчка доходит до края квадрата, потом вторая перенос происходит и начинается слева, слева полное заполнение этого квадрата. Так, ну, текст мы брали вот этот. Текст у нас находится и задаем такое ограничение 160 пикселей в ширину. Эта функция нам выдаст, вернет два значения. Первое, это ширина в пикселях, самая широкая для нашей строчки. вот, я сейчас давайте запущу и мы посмотрим. Я задал, вот она здесь, я задал ограничение 160 пикселей, но у нас такой шрифт и такой текст задан, что он занял всего 159 пикселей. Но вы понимаете, что символы разного размера и, ну, в каких-то редких, например, результатах он может равняться 160, а обычно будет, конечно, меньше. Это только для одной, для самой широкой строчки значение вернулось. Например, у нас наш текст разбился на пять строчек. Вот, кстати, показывает второе значение. Это как раз сколько строчек текста получилось после переноса. Вот у одной из этих пяти, у самой длинной, как раз вот такое вот значение ширины 159 пикселей. Давайте еще посмотрим вики, что он означает. Он нам не просто количество строк возвращает, а вот этот rapid text там будет таблица. И в таблице как раз все строчки уже разрезаны. Первая строчка, вторая, третья, четвертая, пятая. Так что вы можете с помощью этой функции один раз порезать свой текст и потом уже из таблицы выдавать сначала первую строку, вторую, третью и так далее. В принципе функция полезная. Так, что у нас дальше? Осталось всего ничего. HasGlyphs. Функция HasGlyphs. Вот она закомментированная. Для чего она нужна? Например, у нас ну вот мы запускаем наше приложение. Видите, в первом шрифте во встроенном шрифте в Love2D нет русских символов. Вот они. Вместо них какие-то квадратики. А во втором есть. Вот как нам узнать до того, как мы выводим на экран, может наш шрифт напечатать. Мы можем напечатать ту или иную букву или ее просто нет в шрифте. Вот для этого есть как раз функция HasGlyphs. Мы здесь можем указать одну букву в кавычках, чтобы проверить есть эта буква внутри шрифта или нет. Но здесь я указал любой текст. Вот. И он проверяет в первом шрифте. Первый шрифт у нас не русский. Да, давайте второй шрифт поставим. Во втором шрифте у нас есть русские буквы и должно на экране вывести. Да, вот появилась у меня появилась строчка The font has the listed glyphs. Да, в этом шрифте есть эти русские буковки. Все вот эти символы, которые здесь в кавычках, все они есть. Их можно выводить на экран. Все это супер. Ну, точнее удобно. Так. Ага. И вот осталась у нас последняя функция. Set fallbacks. установить задать шрифты, которые будут использоваться вместо текущего шрифта, если в текущем шрифте нет тех или иных символов. Ну, с этим сталкивались кто делал какие-то странички для интернета, что там можно указывать шрифт, который использовать в первую очередь, если его нет, то в вторую и третью. А здесь не совсем. Не совсем так. Здесь будет использоваться только для букв. Так. Давайте-ка сделаем вот как. Во-первых, я открою этот формат. Посмотрим, как у нас эта функция задается. Как вызывается. Итак, шрифт и перечисление шрифтов. И видно, что можно указать хоть 20 шрифтов. Сколько хотите. Да, ну и вот здесь в пояснении написано, что да. Очень похоже на такие штуки, как в CSS используется. Так, ну, у нас шрифт в первом шрифте по встроенному нет русских букв. Давайте мы для первого шрифта скажем, что если каких-то буквок нет, то использовать, например, шрифт 2. Ну, через запятую можно будет указать, если были бы еще шрифты. Отлично. Смотрите, как здорово. Первые символы явно из встроенного шрифта. Когда их не хватило, то у нас использовать символы из шрифта номер 2. Из вот этого. Так, но тут есть такой нюансик. Эту функцию можно использовать только для шрифтов одного типа. А у нас шрифты должны быть либо тройтайпные, друг друга могут заменять, либо битмапные шрифты. Так, нельзя смешивать. Нельзя на подмену использовать шрифт, который другого типа. Ну, вот и все. В принципе, что у нас еще осталось? По шрифтам нам можно еще провод текста посмотреть. Я посмотрел, это лучше отдельным уроком. Потом по шрифтам есть провод форматированный вывод, в том числе и про вывод текста с разными цветами. один и тот же текст, но чтобы он выводился кусочки разными цветами. Также, чтобы он выводился форматировано по ширине не больше такой-то ширины. Часто в играх применяется, как я уже сказал. Ну, вроде бы и все по шрифтам будет. Так что, может быть, еще один или два урока будет. Ну, на этом все. Ставим лайк, подписываемся. Вы можете заказывать темы для уроков в комментариях. Всем пока!